Да ладно, неужели точная копия? Ну, Лариса, клон. Не копия, а клон просто. С ума сойти. Добрый вечер! Я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся». Роза, Василиса, а вы знаете, что хотят запретить суррогатное материнство? Ой, неоднозначный, конечно, вопрос, но вот наша сегодняшняя героиня ни одной секунды не сомневалась в своем решении. А бороться за нее пришли беззаботный рантий Виталий, спортивный бизнесмен Юрий и галантный музыкант Жерар. Ну, давайте сначала с Наташей познакомимся. Добрый день. Вы знаете, я всегда очень скептически относилась к передаче «Давай поженимся». А недавно подумала и решила, слушайте, а где, если не здесь? Наталья, 46 лет. Чтобы повысить свой рейтинг в глазах мужа и его семьи, приняла решение о разводе. Наталья – президент благотворительного фонда. Гордится тем, что прошла мужской карьерный путь и осталась неисправимым романтиком. Предупреждает, что воспитывает внука, который называет ее мамой. Мечтает вырастить из него хорошего человека. Наталья не свяжет свою жизнь с инфантильным молоденьким мальчиком низкого роста. Выйдет замуж за умного и успешного владельца бизнеса с внушительным багажом жизненного опыта. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот что значит маленький ребенок. Вот поэтому так и выглядите. Спасибо. Ну какая вы бабушка нафиг? Какая? Вы, конечно, мама. Вы, конечно, мама. Я почувствовала, что я не бабушка, а мама. Поначалу, честно говоря… А дитю сколько? Три года семь месяцев на сегодняшний день. Ну вы из хорошей семьи, любимая девочка. В 18 лет вы ходите замуж. По любви? Нет, не по любви. Ну непонятно тогда, мне просто не понимают. Причем и не по любви, и не по расчету. Тогда что? Я просто приняла решение выйти замуж, потому что надо, потому что нужно создать семью. В 18-то лет. Вот представление у меня такое. Может быть, хотелось, дайте честно, может быть, хотелось вырваться из-под опеки, из-под домашних. Может быть, слишком много было требований к девочке. Вы знаете, я такая была умница, да. Я с золотой медалью закончила школу в Германии. Я такая вся умница, правильная. Конечно, закончив школу, немножко покуролесила. И к 18-ти годам думаю, ну замуж, дети, окей. Стоп, пошли замуж. Нет, ну женщина видная, как-то мечта поэта, о таких говорят. Вышли замуж не по большой любви. Вышли замуж не по большой любви. За разведенного и уже там были дети. Там был ребенок. Какая разница в возрасте была? Пять лет. Вы к нему пошли жить? Да, я пошла жить к нему. Любовь началась, между прочим, это вот тот случай, когда вышел замуж не по любви и влюбился. Вот это был ровно тот случай. А там мамочка его, поджимая тоненькие губки, говорила, Наташа, ты хорошая девочка, но вот прошлая жена была лучше. Нет, Лариса, было все не так. А как? И мама его очень хорошая, достойная женщина. Очень достойная женщина. Очень достойная. Просто такая, если она сейчас слышит нас, то вы просто сволочь. Нет, нет. Да она нам жизнь испортила, Наташа. Испортила. Объясните мне, почему? Для кого вы вот даже сейчас, в свои 46 лет, когда уже никому ничем не обязаны, для кого вы хотите сейчас показаться такой прекрасной? Мне их просто жалко. Они до сих пор живут вот с этим представлением о том, что вот это аристократизм, вот это интеллигентность. Когда разошлись, но любим всех, с кем жили раньше, принимаем всех, общаемся со всеми. Наташа, нельзя по-другому. Когда вы пришли в семью, то бывшая жена никуда его не делась с ребенком. Они все время присутствовали, притом по настоянию в вашей свекрови. Свой. Да. Они жили одной семьей практически. Они справляли вместе праздники. Они ходили в гости друг к другу. Жена могла в любой момент... И это была инициатива вашей свекрови? Свекрови. А вы не пробовали? Еще как пробовала. Что вы говорили? Еще как пробовала. Типа маму. Просто тогда мне было всего 18 лет, и мне казалось, что... И вы думали, что это норма. Это суперинтеллигентная семья, и я говорила, может быть, не стоит так часто, так активно. На что мне муж говорил, послушай, меня вообще эта семья не интересует. Меня интересуешь только ты, наш будущий... Ты не переживай. Но это нужно моей маме, мне это не мешает. Реально, она очень хорошая женщина для человека, который готов, ну, просто получить, как бы, уверенность в завтрашнем дне. Вы сейчас сильно удивитесь. Она меня тоже любила. Она любит всех просто. Это такой человек, который любит... Всех это значит никого. Может быть. Понимаете, а если она видела, что девочка 18-летняя страдает, то она должна была как-то... Пусть встречалась бы. Я не говорю, что вот разрубить, и всех послать, и всех проклясть. Нет. Но, ну, вы понимаете, что есть какие-то рамки. Мне с того момента запомнился один единственный факт, ну, из всей вот этой каши, который, конечно, был практически решающим. Когда я вот на вот таком вот месяце беременности сижу в комнате, там пришла в гости первая жена, они сидят на кухне, свекровь, мой муж, жена, я сижу в комнате, рыдаю вот с таким пузом, и слышу крик. «У нас будет братик! У нас будет братик!» А я еще сижу и думаю, почему братик? Может, у нас будет сестренка? Оказывается, она тоже была беременна в тот момент. Ей там сделали УЗИ, определили, что будет мальчик. Но не от вашего, надеюсь? Нет, 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 у нее был свой муж, и вся семья безумно радовалась. А я в это время с пузом сидела в комнате, и я тогда еще даже материться не очень умела. А если она была такая прекрасная, вы не знали вопрос, а что стало причиной развода их? Она-то прекрасная, но сын у нее не очень прекрасный получился, поэтому причиной развода был сын. Жизнь ее такую сделала. А с другой стороны, Виталия, ты сможешь расслабиться и просто наслаждаться жизнью. Хорошо, а что мешало вам, допустим, из этой семьи уйти с вашим мужем и зажить самостоятельно? Он был старше вас. Муж не понимал искренне, чего я бешусь. Ты вообще ненормальная? В чем проблема? Ты хочешь, чтобы мы разошлись и разругались? Я говорю, послушай, а третьего варианта нет? То есть можно либо в экстазе матрого любезно разорваться? Это ребенок, ему родственник, а бывший ему никто. А вы сейчас сильно удивитесь. Ребенок при всем притом не знал, что это его отец. Он не знал, что это его отец. Он приходил, говорил матери своего отца, «Здравствуй, бабуля», и говорил «Здравствуй», и называл по имени дядю. Слушайте, какой-то свальный грех, не повальный тайный. Конечно, это ты просто неинтеллигентный человек, Василиса. Ты не понимаешь, что в интеллигентных семьях вот именно так все происходит. Да, мне так и говорили, это плебейство. Ты не понимаешь, ты что хочешь? Вот это вот, как вот это деревенское... А вопрос не задавали тогда, почему твоя собственная сыночка не называет тебя папой и называет тебя дядей? Папе задавал вопрос, чтобы не травмировать. Да, он говорит, они так решили, он сказал. Боже мой, какая гадость. В смысле, мама и жена, вот они так решили. Наташа, и на сколько вас хватило? Полтора года было ребенку, я собрала сумки, сказала, все, баста, без обсуждения. Хочу простого, который будет любить и уважать меня. Нет, Лариса, я ушла с мыслью, не хочу семьи вообще, потому что семья... Никогда, замените расстрелом. Это ужас. Мне интересно, она готова мужчину воспринимать, как он есть, а не пытаться его менять. И вот вдруг случилась трагедия с вашим ребенком, с единственным сыном. Сколько ему было? Лариса, можно я чуть-чуть вернусь назад? До трагедии с моим ребенком случилось еще две трагедии. К сожалению, случилась трагедия с моим братом, который разбился в автокатастрофе. Случилась трагедия с человеком, с которым после длительного вот этого вот ужасного перерыва, после неудачной первой семьи, у меня начались такие шикарные, романтические, страстные, основанные на уважении. То есть такие вот, знаете, правильные, классические, замечательные отношения, о которых каждый мечтает, но там один на миллион встречает в жизни. Вот мне такое встретилось. И на пике наших с ним отношений два года. Вот пик продолжался два года, понимаете? Что с ним произошло? В один прекрасный момент утром нам объявили, что этого человека убили. Вот такая замечательная история в моей жизни случилась. Я долго переживала, горевала, но наступил момент, когда все предыдущие истории можно вот так зачеркнуть, сказать спасибо, до свидания. Вся предыдущая жизнь была прекрасной. Потому что в 2007 году мой сын, взрослый парень, врач, будущий хирург, ортопед-травматолог, двухметровый, здоровый красавец, не пьющий, не курящий, услышал диагноз рак. Мы лечились где только можно. Денег, слава богу, было не просто достаточно, а более чем достаточно. И у меня была такая москвозка. Ну что, что рак? Ну с нашими связями, с нашими средствами. Я вас умоляю, рак, давай быстренько сейчас. Что там, химиотерапию, что там, пересадки? Что там, профессор из Голландии, профессор из Германии? Да не вопрос. Не профессор из Голландии, не профессор из Германии. Раку все равно, сколько у тебя денег, где ты работаешь, какого ты социального статуса. Мы лечили парня два года, сделали все последние технологические новинки, которые есть в природе. И вам предложили забор спермы пока до химиотерапии. До химиотерапии. Он пошел, сдал сперму, ее законсервировали. К сожалению, он в страшных муках умер у меня на руках. В страшнейших муках. У него была девушка, но женат он не был. Жить с этой мыслью об этих трагедиях, с этими воспоминаниями... Честно говоря, я не позавидуешь, конечно. У меня мысль первая в голове не вот, о боже, у меня умер сын, какая трагедия. Этим понятно, весь мой организм был пронизан. Сразу мысль, я сейчас же немедленно продолжу жизнь своего сына. Сын не умер. На следующий день после похорон, ни через неделю, ни через месяц, я пошла, взяла биологический материал сына и обратилась к генетикам. Мне отказали все, потому что я не мама, я не могу вступить в программу суррогатного материнства, я не делаю своего ребенка, потому что, собственно говоря, я не могу рожать. У меня вообще вот идея фикс взять чей-то сына биологический материал и сделать себе внука. Мне сказали, идите лечитесь, женщина. Это не ЭКО. А клонов мы не делаем. Честно вам скажу, не совсем легально удалось договориться с одной клиникой, которая занимается репродуктологией человека, и они согласились взять биологический материал сына. Причем мне было нужно, чтобы это был мальчик, чтобы он был полностью похож на моего сына, а не просто дайте мне ребенка заполнить пустоту. И там генетики работали очень сильно. Они искали яйцеклетку рецессивную по генам моего сына. Там такая была большая работа генетическая. Это не просто взяли, там соединили, положили. С пятой попытки получился этот ребенок. Он получился. Крепкий, здоровый, там категория плюс-плюс-плюс. То есть все, что лучше не бывает. Ну, суррогатная мать, естественно. Да, ну его подрастила. Скажите, а был страх, что эта женщина, выносив 9 месяцев, могла вам сказать на обстоятельных законах основания? Лариса, во-первых, в момента было сказать сложно. С первого дня я взяла ее к себе в квартиру. Я в договоре это прописала. Ни одного дня не было, чтобы я ее не видела. Она жила у меня все время беременности. То есть не так, что она живет с мужем, со своими детьми. Упаси господи, я вам скажу больше. Продолжает с мужем спать. Вы не забывайте, что генетически она не связана с ребенком, а то, что она ест, она ребенку отдает. Поэтому мне было важно... Я девочка умная. Наташа, а вы большая. Мне было важно, что она ест. Все, что вы рассказываете, это ужас-ужас просто. Ну, вам никто не предлагает это сделать. Это вопрос, мне как-то расскажется, что Наталью многие матери поймут. В чем поймут? В чем поймут? Поймут в желании вернуть свои детей. Нет, меня поймут только те матери, у которых есть сыновья. Я понимаю, это горе-горькое. Горе-горькое. А что, скажи, в этой истории? Вот тебя вызвать. Во-первых, это ненормально клонировать своего сына. Она не клонировала. Она его не клонировала. Послушай, если бы... Вот все, что Богом дадено, вот заложено, а что получилось, то получилось, как говорится. Это да, это Божий промысел. А вот вашим же аргументом... А если бы Господь не хотел, он бы не дал этого ребенка. Чтобы он был мальчик. Значит, Роза, если бы Господу было неудобно... Вы говорите, да. Если бы Господу было неугодно этого бриллианного... Он ждет раскаяния, и еще будет впереди. И то, что вы... Зачем же ты так? Не так, да не так. А ей мало слез, Роза, ради мало. И что, да, я тебе орден дам. Лариса, меня вообще вот это не трогает абсолютно, потому что, еще раз говорю... Сидите, облежите ее еще. Просто человечество стремится к лучшей жизни, всегда. Лариса, если бы просто мы проживали болезни, например, не лечили бы. Давайте будем как-то немножко поскромнее в своих хабальских желаниях, ладно? Значит, этот ребенок... Это я хабалка, а вы святая. Он счастливее ваших детей, поверьте. Он ничуть не менее счастливее. Чем он счастливее? То, что вы сделали себя матерью, тем счастливее. И то, что ребенок вообще не понимает, кто такая бабушка. Розочка, а я матерью, будешь женихам объяснять, то мне будет интересно. Я думаю, что они сегодня более адекватные, чем вы. А ребенок знает, что у него есть и мама, и бабушка, и так далее. Наверное, в таком возрасте ты не дадешь невесту с простой судьбой, понимаешь? У меня растет замечательный ребенок, который воспитан. И тоже, наверное, с огромным трудом удалось документы на него, да, оформить? С огромным. Он по документам ваш сын? Мой сын, я по документам его мамы, и для него я мама с рождения, и я уже себя чувствую его мамой. Наташа, я считаю, вы ни у кого ничего не украли, это ваша жизнь. От мужчин вы не скрываете, откуда этот ребенок. Вы дали ему жизнь, поэтому... А как будет ваш муж? Кем он будет приходить с вашим? Как захочет. Дедушкой? Как захочет. Почему дедушка, если я его мама? Я мама этого ребенка. Значит, если он не захочет принять участие... Значит, мы агитируем на отцовство. Знаете, мы не агитируем на отцовство. Я не ищу отца ребенка. Я взрослая, самостоятельная девочка. Потому что природа, к счастью для вас или к сожалению, устроена таким образом, что в природе должна быть пара. Мужчина и женщина. И ребенок должен, конечно... Я вообще не понимаю, зачем вы к нам, Наташа, пришли на программу. Вы все делаете сами. Попробуй вам сопротивляться. А что, в паре живут, в семье живут только сильно коричневые женщины? Даже свое женское желание оставить этого ребенка. Так вы же, понимаете, легче вам отдаться, чем потом как-то это... Я знаю вашу натуру. Не судите, да не судим и будет. Не, ну если она сына одного воспитала, хорошего, образованного, культурного, почему она этого не сможет? Вот так же. Ну такой спорный вопрос. Наташа, я отступаю от правил, которые у нас уже в течение шести лет действуют. Я не хочу вас отпускать. Я хочу с вами говорить еще. И поэтому после рекламы мы продолжим общаться с Наташей. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» в студии Наташа. В студии «Жарко» и мы продолжаем с ней разговор. Роза, ну тебе все равно придется эту программу отработать, поэтому давай. Ты должна пожелать что-то. Вообще, я пожелаю. Нестандартная, да, ситуация. Дело в том, что сваха, корень, свято дело. Это богоугодное дело. А заниматься не богоугодным делами я, извините, не могу. Рука Господня. Поэтому я сегодня буду только отговаривать. Только отговаривать. Роза, а ничего так не перебрали с рукой Господней? Нет, не перебрали. Но если вы себе клонируете детей, то рука Господня. Роза, ну если вы не слышите, если я разговариваю со слепо-глухо-немым, повторяю, я не клонировала ребенка. Ну а как сыну, когда он вырос, что ему сказать? Да ничего, зачем мама, папа? Женщина, которая самодостаточна и успешна, она, Роза, имеет право на счастье в личной жизни. Она не должна сидеть и пить чай одиноко на кухне, как вы себе это почему-то нарисовали. Поэтому я одинокая, самодостаточная, успешная женщина. Хочу найти любимого мужчину. Богатого, молодого и красивого. Безусловно, богатого, потому что я не являюсь сама содержанкой, потому что я всю жизнь зарабатывала деньги и работала. А вы ему что можете предоставить? А можно я закончу сначала? Пожалуйста. Значит, этот мужчина должен, мне бы хотелось, чтобы он меня превосходил во всем. В харизме, в интеллекте, в желании жить, в авантюризме, в каком-то вот цинизме на грани. Чтобы он был неординарный, интересный. Чтобы он не был вот этой тюхтей, флегмой, даже если он зарабатывает деньги. А молодость дадите мужчине? А я что, выгляжу старо, ужасно, неприятно. Нет, просто вам уже почти 50. И что? И ничего. И что? А мужчина хочет спать, как Лариса говорит, с дельфиним телом. И девчонки молодые тоже стоят уже в очереди. Роза, а давайте мы это, нас тут мужчина оставим, да? Давайте, вот, давайте выясним это. Кто-то хочет спать силу, а кто-то не очень. Будешь всех сегодня отговаривать. Нет, но то, что она, извините, хочет богатого, успешного, круче ее, в ее 46 лет. Ну, наверное, я бы я к врачу бы рекомендовала сходить вообще-то. Василиса, что звезды? У вас будет много возможностей в ближайшее время. Я искренне за вас рада, мне хочется пожать вам руку. А сегодня, про сегодняшний день? То есть не все ведущие неадекватны на этой программе? Про сегодняшний день я не буду настолько уверена в качестве наших женихов. И я предоставлю это на суд Наталье. Я считаю, что среди них есть абсолютно достойные мужчины. Но поскольку мы с Розой тут не сошлись во мнениях, я буду про каждого, ну, давать характеристику лично. Но ей на самом деле вот мужчину такого более ведомого, мне кажется, вообще-то идеальный такой, знаешь, пристанический кричал. Несмотря на то, что Роза сегодня будет отговаривать всех женихов с вами уйти из этой студии, я все-таки предлагаю вам пройти и познакомиться с первым женихом. Спасибо. Здравствуйте, Наталья. Знаете, послушал вашу такую мелодраму, прям историю, целый сериал. Вы знаете, ну, немножко такое было в сердце чуть-чуть. Ну, пошло. Да, шевелилось. Но я хотел сказать, что вот на внешность, на ваши все эти трагические истории не отразились. Спасибо большое. Поэтому вы просто вот сохранили красоту, это самое главное. Вот. Сегодня я заехал в магазин и сказал, мне, пожалуйста, букет невесты. Вот. Поэтому я хочу вам этот букет подарить, чтобы вот немножко такой нежности, чуть тепла. Спасибо большое. Вот такого светлого, такой невинности чуть добавилось, вот такие оттенки, такие добавились оттенки к вашей жизни. Спасибо вам большое. Вот дайте мне в ручку, в общем. Спасибо вам большое. 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 Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . . . . . Спасибо. . Спасибо. . . Иначе. Давайте мы доживем до того периода, когда он вырастет. Доживайте. Может быть он скажет, большое спасибо тебе, мамочка, что ты поступила вот так. И тогда Роза... Вот что так делать? Нет. Вопрос не об этом. Скажите, пожалуйста. Вам нравится Наташа? Наталья мне нравится. Очень симпатичная женщина. Я честно скажу, что я очень жалею, что я не встретил ее раньше. Потому что мне кажется, сейчас Наталья, она несет с собой тяжесть вот этих своих историй. То есть, ну вот вы сейчас чувствуете в себе силы там отдавать мужчине, то есть строите эти отношения. И он в очереди стоять будет у вас. То есть, можете ли вы доверять мужчинам? Я очень сильный, очень харизматичный человек. Я пережила это. То есть, я умею поставить точку. Я не могу с этим жить все время, потому что я человек адекватный и соображающий. А я не смогу жить без сюрприза, который Виталий приготовил. Я должна его обязательно увидеть. Ну, поговорим сейчас. Проходите. Так, Ниталья, ты что, молодец, хорошо держишься, правда? Молодец, молодец. Ну, пойдемте, я вас посажу на корабль. На Титаник, вы поняли? Нет, нормально меня на Титаник посадили. Ну, давай посадите. Вот. Значит, Наталья, вот, я вас посадил на такой корабль Титаник. Вот, почему? Потому что эта история, вот, вот видите, чувствуете этот ветер, да? Вот у вас развивается все. Да. Вот. Эта история очень красиво начиналась. Так. Вот. А закончилась она не очень там красивая, если помните. Да. Вот. А я считаю это все потому, что там эти товарищи были просто пассажирами. Вот. А если бы Ди Каприо был бы капитаном корабля, то он бы не поплыл бы к этим айсбергам. Вот. А поплыл бы в теплые прекрасные края. Вот. Встретил бы там необитаемый остров с кокосовыми пальмами, извините, с лагунами красивыми. И со своей прекрасной дамой прожил бы там, как бы, счастливо, весело, сыто всю свою жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому, позвольте мне быть капитаном вашего корабля. И этот Титаник развернуть на юг. Я не знаю, где юг. Вот. И давайте эти айсберги оставим в покое, поплывем в теплые теплые края. Вот. Ну посмотрим. 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 Спасибо большое. А какая женщина не поплывет после этого, да? Да. Какая женщина отказывается поплыть с таким капитаном. Такой молодец. Ну хорошо, они утонули. Слушайте. Так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну молодец, Виталик. Молодец. 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 Спасибо. Любит лежать. Любит, хоть живет в свою удовольствие. И он тоже любит лежать. Я как раз не люблю. Я как раз люблю. Нет, я не права. Я не с вами сравниваю. Имеет право большой дом с большим участком. Я даже не стала спрашивать. Даже знаю, сколько там гектар. Два автомобиля, квартира. Имеет право не ворует. Отдыхает, знает, чего тебе хочет. Слушай, нам очень понравилось, как ты, между прочим, поприветствовал свою. Ну и вообще держался, держался. Вообще держался, да. В этом логове, можно сказать. А вообще вот рантье, как класс, был самым осуждаемым, самым высмеиваемым у классиков. Может классики бедные были, а они богатые. Самые счастливые люди. Живут расслабленные. Да, потому что получают в конвертиках за то, что когда-то прикупили. Но кто-то из того, что получил, создает себе интересную жизнь? Нет, а кто-то себе... А кто-то не создает. Нет, просто живет в свое удовольствие. Мне просто интересно, женщина, что 50 лет, она неужели мечтает там ходить на работу, в детский сад ребенка и все время работать, работать и работать? Я не очень понимаю. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Второй жених готовится к свиданию с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Наталья. Встречайте второго жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Очень приятно. Прошу прощения за свой внешний вид, за мой глаз. Ничего, бывает. Очень хотелось вам понравиться, поэтому готовил для вас сюрприз такой. И пострадал. И пострадал, да. Поэтому, ну не будем говорить о каком, оставим это в танец. Ну пока. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий. 57 лет. Владелец салона красоты. Гордится тем, что тренирует футбольную команду артистов эстрады. Мечтает выдать замуж дочь. Признается, что у него слишком мягкий характер. Юрий ушел от супруги к новой пассии, но через три года понял, что совершил ошибку. Надеется, что с Натальей их ждет большое будущее. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно вам вручить? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Надо Юру поддержать. Видишь, какие красивые цветы какие. Юра, ну не каждый мужчина признается в том, что сходил налево от своей жены и потом всю жизнь об этом жалеет. А как у вас это случилось? Я не изменял жене. Вы просто ушли от жены? Да, я просто ушел. В никуда? Нет, вот именно я хотел уйти, но у меня никак не получалось. Поэтому я хотел за кого-то зацепиться, чтобы была какая-то причина, чтобы куда-то уйти. Не просто куда-то, но куда-то уйти. И у вас появилась девушка? У меня появилась девушка. Это не называется неизмена? Нет, поэтому это вот, ну то есть на вашем языке это называется неизмена? Нет, ну дело в том, что я... Повод, чтобы уйти? Я сначала решил уже уйти, потом... Да, ну понятно. Если бы я там сто раз ходил, а потом бы мне там понравилось больше, я ушел. Лариса так и хочет сказать, что он изменял жене, а он не изменял. А чем не устраивало так, которые ушли? Что в ней было не так? Ну я понял, что человек, с которым я живу, ну не очень я нужен. То есть она позволяла себя любить, вот. А меня любить, так, по настроению, вот. А как бы вы хотели, чтобы вас любили? Деньги приносите, есть настроение? Я хотел взаимности. Чтобы, если я ее люблю, значит она должна меня любить. А так вот, чтобы... Ну вот вы так, помучились, помучились, развелись. Помучился, помучился, да. И пошли к первой жене. Да, вернулся к первой жене. Она вас приняла. А куда наденется? Он прописан там. Я прописан там. Дело в том, что я не спрашиваю. А как дети? А, вы не спрашивали. Дети уже, конечно, естественно... Были против вас? Там уже проводилась работа уже, соответственно... А как она должна вам сказать, папенька приехал, папенька приехал, да? Детей я видел каждый день. Конечно. Она сказала, о, сволочь нагулявшись, вернулась. Обратила как-то на надмен на такси. Обратила на нее надменное выражение лица. Да, да. Надменно смотрит. Долго жили в аду-то в таком? Ну, честно говоря, ада никакого не было для меня, по крайней мере. Дело в том, что я с ней не разговаривал. То есть я ее не провоцировал ни на какие скандалы, ни на что. Ну, она живет. Я проснулся, пошел там по своим... И потом она вышла замуж, да? Она потом вышла замуж, да. Слава тебе, Господи. И сейчас вы где живете? Сейчас я живу в квартире. В этой же квартире. А она ушла? Она уехала, да. Что она поняла, что вас-то никуда не деть? Нет, она просто ушла к мужу. Она вышла там за Литовцей и уехала. А детки ваши? Детки. У меня сын живет. Своя семья у нее. У меня уже внук 8 лет. А дочка? А дочери 30 лет. Она сейчас живет пока со мной. А скажите, вот перед вами такая яркая женщина, история одна на миллиард. Как вы к этому относитесь? Честно говоря, я в шоке. Я когда послушал, для меня дети это вообще самое главное. Когда вот я услышал, что случилось, для меня самое главное в жизни... Осуждаете? Понимаете? Высторгаетесь? Она для вас героиня или антигероиня? Я восторгаюсь. Спасибо. Если бы я так смог бы сделать бы, я тоже сделал бы точно так же. Разговор-то идет о чем? Хотите стать мужем вот такой женщины, которой вы восторгаетесь? Ну, дело то, что... И стать либо папой, либо дедушка, сами будете там определять, кто вы. Дело то, что я пришел, она же выбирает не я. Я хотел бы, конечно. Ну, а вы-то? Я хотел бы. А вы же к ней пришли. Я хотел бы. А, я хотел бы. После того, как узнал, в общем-то. Я еще хотела, знаете, что сказать? Вы когда там к жене-то возвращались, в принципе, если бы вы на наш сайт двое.тв-то зашли бы, и возвращаться не надо, сразу бы себе нашли, кого надо. А, покажете сюрприз? С удовольствием. Наташа, помогите, пожалуйста, мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Бараночка! Бараночка! Ой! Вот, посмотри. Как вам нравится это? Да мой сладкий! Да мой сладкий! Сидеть! Сидеть! Ты мой сладкий! И мой хороший! Сидеть! Сидеть! Ты мой хороший! Ты мой хороший! Сидеть! Сидеть! Вот! АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец! Смешной, если Барис. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста! Давай! Давай! Сюда! Давай! Давай! А ты сюда! А ты сюда! Ой, молодец! Мой хороший! Молодец! И сразу жратенький! Боже мой! Брыг! Давай! 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 Да мой голодок! Давай! Молодец! Какая прелесть! Ох, спасибо вам большое! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое! Спасибо тебе буду! Как у Франсуана Роскуко! Чем больше я уже не люблю детей, тем больше я люблю собак! Спасибо! Спасибо! Очень приятно! Спасибо вам большое. Совершенно удивительный сюрприз. Проходите в свою комнату. Юра, отлично выглядел прекрасно. Наверное, таких сюрпризов в жизни у вас не было, уверена. Таких не было. Как вам, Юрий? Надо честно. Надо честно. Значит, когда я только еще смотрела информацию о Юрии, сразу меня резануло. У меня слабый характер. Вот все. Вот для меня это все. Замечательный человек. Шикарный человек. Ну, глубокой души человек. Но, наверное, для другой женщины. Мы просто не уживемся. У меня не мягкий характер. Мягкий характер у меня, правильно? Да. Не мой человек. Это могу сказать в первую секунду. Да вы даже собачательно больше любите, чем мужчина. Ой-ой-ой. Знаете, как Мордикоева сказала, хороший ты парень, но не орел. Вот и Юра, хороший парень, но не орел. Для меня мужчины, которые не могут определиться тоже, знаете, ни вашим, ни нашим. Как он мог врываться в пространство своей первой жены, которую он, в общем-то, предал? Ну что, Робан живает, что ли, Лариса? И чего? Теперь что, я на улицу лети? Он там прописан. И что теперь? Еще неизвестно, кто на этой площади первый был. Я Розу не дооценивал. На мой взгляд, мягкий человек со слабым характером, это тот, на которого давят, и он поддается. А он, поверьте мне, как раз наоборот, он может не спорить впрямую, не конфликтовать, не противоречить, но сделает все по-своему, точно так же, как нужно. И я думаю, что женщины от него тоже не добивались ничего конкретного, как и мы в процессе разговора не добились. Потому что эта Луна Близнецовская, она вся в деталях, вся в подробностях. Он утечет, он расскажет тысячу слов, но ничего конкретного, ничего по делу. Поэтому это такой очень особенный тип жесткости. Конечно, если бы это в дело можно было вернуть, я бы, конечно, может быть, не так бы поступил бы. То есть ты сейчас сожалеешь об этом, да? Ну, то, что я ушел, да, конечно. Будете знакомиться с третьим женихом? А как же. Проходите. А как же. Наталья. Здравствуйте. 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 Рад познакомиться. Очень приятно. Меня зовут Герард. Меня зовут Натали. А, вы говорите французский, это очень хорошо. И я, чуть-чуть говорить по-русски. Давайте по-английски, я говорю совершенно по-русски. Проходите. Спасибо. Очень приятно. Жерар, 56 лет. Музыкант и бизнесмен. Гордится тем, что построил школу для бедных в Индии. Мечтает спеть дуэтом с Григорием Лепсом. Признается, что по утрам играет на трубе. Супруге Жерара для полного счастья не хватало того, чтобы он стал премьер-министром и чаще бывал дома. Когда поняла, что ее требования невыполнимы, нашла утешение в объятиях другого. Надеется, что Наталия трезво смотрит на жизнь. Да, здравствуйте, Жерар. И, конечно, шансон у французов в крови, поэтому неудивительно, что вы хотите спеть дуэтом с Григорием Лепсом. А вы можете что-то петь, спеть, раздавая вот эти вот конфеты адресно? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, 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 нет. Нет? Я интересую розу постоянно. Все ваши презенты. Спасибо. Мои французские трубки. А, спасибо. Она обожает это дело. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ «Наталья в последнее ученик. Без сердца». «Кол-ка, лунка рофи на столе, «этак плащет зв発ков, «атКирико пою! Эту молодое люли! Рейки, 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 Рейки...» АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Сложная вещь, и вы от текстового очень сложная. Молодец. Молодец, Джерард. Не знаю. По-русски тяжело. Ой, люблю я иностранцев. Что говорит, не поймешь, что так красиво. Я люблю русский язык. Сколько лет вы уже в России? 15 лет. 15 лет? И еще у вас русские женщины пока не оторвали? Русские женщины тяжело. Тоже французские женщины. А что с нами тяжело-то? Тяжело, потому что интересую. Да, французская, деньги, машины. А что еще надо? Нет, человек, то же самое. У вас нет денег? Машин тоже нет? Нет денег. Если нет, то есть жизнь, денег, денег. Только. Я не хочу то же самое. За душу любить не хотят? Вам нравится Наталья? Наталья, я вижу. Чуть-чуть нервы, чуть-чуть... Я боюсь. Молодец. Правильно делаешь. Я боюсь, потому что мой темперамент с ним нет то же самое. Вы видите свою жизнь рядом с Наташей? Подумаю, пиво. А то, что у нее ситуация такая, ребенок... Я вижу ситуацию, очень тяжело. Есть ли во Франции такие случаи, когда... Или в одной единственной? Нет. Нет, на всей территории два таких случая. Два. А маленький ребенок сил-то хватит? Подумай, если нет, а давай ребенка дадите, у меня спокойно тить. А, это вы еще думаете будете? Потом решение. Нет, 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 у Натальи ребенок маленький, уже есть. Я понимаю, Наталья... А вы еще ребенок хотите? У меня большой ребенок. Нет, нет, а сами-то можете еще ребенка? Возможно, извините, это просто шутка. Нет, это не шутка. Так, я спокойно. Ребенок сегодня интересует ребенка. Я извините. Я спокойно подумал, подоговорил конкретно. И потом решение. Это моя философия. Это то же самое, когда... А, я деньги богат. Кто это богат? Я богат, я наведу, всю жизнь богат. А потом вид, карман, нул. Разошелся, разошелся, разговорился, расщебетался. Само главное, спокойно, тик, я козерог. Спасибо. А я просто ведущий и прошу вас, покажите сюрприз, который вы приготовили. Я вам хочу сделать сюрприз. А французская сюрприз. Пожалуйста. Вы будете петь с тобой? Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Браво. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вам человек другой культуры, абсолютно? Не моё. Не моё. Ничего не родилось в душе. Показал себя человек красиво, замечательно, по-европейски. Строго по-европейски. Ни больше, ни меньше. Не зажгло, не зацепило. Вообще, в принципе, я его не заинтересовала. Правильно он сказал, я её боюсь. А меня не интересуют мужчины, которые меня боятся. Их вокруг меня миллионы. Ты тоже ей не понравился, потому что по-европейски деликатно всё повёл себя, но не загорелась у неё в душе искра. Я тоже не загорелся. Ты тоже не загорелся. У этого, извините, характер не тот. Этот её боится, что он, может, мне правильно сказал. Как тебе, Жерар, скажи, пожалуйста. Нормальный, хороший. В этом возрасте они все такие, собственно говоря. И чё ты так вот нормальный мужчина? Роза тебя полюбила. Я люблю Розу. Наши женщины самые красивые, самые сильные, самые мудрые. Наши мужчины самые лучшие. Самые присамые. И мы любим себя и уважаем. Да, Ларис, я смотрела на Жерара и думала, как же я люблю наших мужчин. Вот просто как же. Мне всё было фальшиво, противно. До невозможности просто. А, Роза, как я люблю иностранцы. Да, что вы хорошие. А потому что ты его языка не знаешь, он что-то там бормочет себе, а ты не понимаешь. И говоришь, да-да-да-да-да-да. Я понимаю, что когда он 40 лет приехал из Франции, на него, очевидно, девушки смотрели другими глазами. 40-летний француз, а сейчас уже 56-летний француз и уже юные блондинки, наверное, не столь благосклонны. Слушай, а что ты так на нас-то не набрасываешься? Что-то я не верю, что всячески, потому что мы ему 55, но он так жжёт, прям красавец. Мой-то, мой-то, сейчас похудел еще. Всё. Как-то он покосный для своих лет-то. Кружба франция, не надо. Хорошее в чём-то. Вот и езжай. Да, под чемоданы поможем собрать. А чего бы она уже была? Завидуйте молча, девочки. Хорошо. Наташа, я благодарна вам, что вы пришли к нам на программу. Сегодня за вас боролись трое мужчин. Абсолютно разные. Но они все пришли адресно к вам. Конечно, людей завораживает вот такая сильная персона, как вы. Конечно, людям хочется быть рядом с сильным человеком. Поэтому они пришли за вас бороться. Вам нужны мужчины? Лариса, мне показалось, что этим людям не хочется быть сильным человеком. Вот, по крайней мере, двое из них даже этого не скрывали. Им не дано. Да. Поэтому, точно, даже вот не буду сейчас, я подумаю, да, каждый из них хорош по-своему. Все не мои. Даже не буду играть сейчас. Все не мои. Причина одна. Слабее меня. Понимаете, не надо путать слабость с агрессией, со злостью. Конечно, я пережила в жизни, может быть, больше, чем кто-либо другой. А вот, знаете, мой совет, хотите, вот чтобы не переживать больше стрессов, не выходите замуж. У вас все есть для того, чтобы жить и получать удовольствие от ситуации. Вы и ваш ребенок. Ну, любви хочется. Вы, ваш папа, ваши друзья. Не выходите замуж. Потому что вам нужен молодой, клевый. Зачем? Ну, средних лет. Ну, не 60-летний, правильно? То есть вам нужен молодой мужчина, сильный, классный. Ну, для сильных молодых мужчин есть молодые девчонки. Я не люблю молодых. Ну, какого возраста? Вот тогда. 55, замечательно. Замечательно. Ну, не хотят они 46-летние. Любят молодых. Еще и злятся на редакторов, что они говорят, сколько ей 36, ему самому 70, что она старая. Нет, иностранцы, иностранцы, пожалуйста, иностранцы. Вот для них в возрасте... Нет, хотят молодых. Молодых с простой историей, с незатейливой. Вы слишком сложные для российских мужчин. В возрасте хотят отдыхать и хотят простушку рядом с собой, хохотушку. Вы не простушка, не хохотушка. Я хохотушка не правда. Молодые хотят выжить за счет женщины. Он вам такой не нужен. Поэтому либо иностранцы, либо просто приходящие вот такие отношения. Я так... Конечно, эти мужчины хотят за счет женщины. Папа, Наталья, вы эгоистка. Вот эгоистка, да, Москосе, не буду этим повторять. У нас в России, во-первых, семья тоже имеет определенный период. Тот возраст, о котором мы говорим, начиная с вашего возраста, это возраст, когда... Это опустевшее гнездо называется. Когда ты можешь уже пожить для себя. Ну, внуки так, они как придут, не придут, у них свои родители есть. Это период для радости. Соответственно, вы с таким тяжелым грузом идете. И более того, муж должен быть всегда первичен. Всегда. Дети вторичный, не вторсырье. Дети плод любви, в общем-то. Поэтому еще пришли мужчины. И зачем им это надо? Из этих, из нас троих, никто не подходит. Может, все такие более-менее такие, они, как сказать. Но я думаю, мужчин, у которого она описала, которого она хочет, их на земле просто нет. Удивительно тасуется колода жизни. Если бы вы в юные годы встретили любого из них, каждый вас мог бы заинтересовать. Не говорю, что были бы страстные чувства, но, в принципе, с каждым нашелся бы повод для диалога. И за каждого могли бы выйти замуж вот так вот, в полу любви, в каком-то интересе. Но люди меняются в течение жизни. И, конечно, сейчас вы видите уже тот результат, который они себе представляют. И, конечно, ни один не подходит. Пока вы еще секунду подумаете, я хочу рассказать о теме, которая интересует всех без исключения, независимо от национальности и времени. О деньгах. Хочу... Кроме Жерара. Хочу с помощью, ну, наверное, календаря Луноход рассказать о том, когда лучше брать кредит или просить друзей об одолжениях. Иногда приходится это делать. Либо когда возвращать долги. Увы, иногда приходится теребить должников, чтобы они вернули нам наши же деньги. Все, что касается Юпитера и его силы, в прямую отвечает за возможность нашу приобретать денежные средства. И вот если вы хотите взять кредит, то после 8 июня сделать это будет очень тяжело. Поэтому, если все-таки кредит нужен, хотя я, например, лично предпочитаю не брать, лучше бежать в банк с утра по московскому времени, 2 или 3 июня, а также 6 или 7. Начиная с 8 числа начинается время возврата старых долгов. И не забудьте должникам напомнить о том, что 12, 19, 28, 29 июня неплохо бы вернуть вам то, что вам причитается. Это же дни, которые хороши для того, чтобы напомнить бывшему мужу о том, что он должен алименты, например, если он сам не озаботился. Ну и если вы кому-то что-то должны, возвращайте эти долги для того, чтобы не иметь финансовых проблем сейчас и каких-то кармических проблем в будущем. Спасибо. Наташа, трое женихов и комната, где никто никого не ждет. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Петр, 29 лет, номер 3430. Генеральный директор торгово-промышленной компании и общественный деятель. Изучает восточную культуру, увлекается философией. В качестве своей супруги видит образованную девушку со спокойным характером и кулинарным талантом. Анастасия, 23 года, номер 3431. По образованию экономист, временно не работает. Увлекается фотографией, мечтает открыть ресторан. Познакомиться с мужчиной, который сможет стать для нее крепкой опорой. Мы не знаем, выйдет Наталья одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени героя на номер 4151. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Удачи. Я буду добывать воду, жарить мясо на огне. Будем сидеть при луне, мечтать. У вас тут дети каждый день родятся. А я серию когда еще посмотрю? И не повторяю. Джо Кокер, 96-й год. А деревенские дискотеки, как вы знаете, они самые зажигательные. Американ бой, Американ джой, Американ бой, for always time. Еще одно фото в стиле 90-х. Сколько детей зачалось под вас. Субтитры подогнал «Симон»